всем привет сегодня 25 августа и вам только вчера показала перечную теплицу сказала что все заготовки уже сделала но посмотрела осталось у меня пару баночек борщевой заправки и нужно пополнить в общем запас я четкий рецепт сейчас не буду говорить по моему если мне на канале если нет я оставлю рецепт в описании под этим видео зайдите посмотрите я думаю многие делают такую заправку у всех свой рецепт каждый делает по-своему я хочу показать из каких овощей я буду делать как раз гибриды вам назову может кому-то эта информация будет интересно для заправки использую перец это перец сорт леся замечательный сорт и я его выращиваю уже не один год это толстостины посмотрите какая у него стеночка больше одного сантиметра очень сочный мясистый темно-красного цвета такой каплевидной формы и очень урожайный мне нравится свои семена конечно уже сию это конечно лук эксибишен хороший лук в плане того чтобы очистил несколько луковиц и уже килограмм килограмм лука три-четыре перчины это килограмм здесь моркови это уже использую это гибрид болтекс я высаживаю два гибрида каждый год это болтекс и дардоне они идеальные по моей земле и что самое хорошо это морковь идет замечательно для хранения чеснок также использую здесь нужно будет одну столовую ложку томатной пасты но можно и не добавлять просто у меня осталось она это от соуса суга и чтоб банка навалялась холодильнике я добавлю можно не добавлять также лимонная кислота соль сахар масло конечно же томаты томаты можно использовать пор просто их нарезать килограмм предварительно очистить от кожицы но я уже привыкла и делаю сок вот из красных мясистых томатов получается сон густой смотрите ярко-красного цвета что томаты мясистые крупные то же время сочные это сорт тетя анна я уже много о нем рассказывала хвалила этот сорт замечательный все это я буду сейчас нарезать перец кубиком лук кубиком морковь соломкой и томатный сок все это будет тушиться у меня полчаса чеснок через пресс соль сахар масло добавлю лимонной кислоты протушиться и уже я буду раскладывать по стерилизованным баночкам вот и вся заправка борщевая заправка борщевая очень удобно во первых это экономит время а во вторых если негде хранить все же видео лук допустим морковь еще не сказала свекла сюда идет так это сорт сейчас скажу кестрил тоже выращиваю каждый год очень нравится это свекла так вот если негде хранить свежем виде такие овощи часть можно законсервировать сделать полуфабрикатом виде вот борщевой заправки очень удобная вещь мне нравится также здесь еще перец у меня оставался я его порезала кубиками и вот в таком состоянии сейчас разделю на две части и в пакете для заморозки заморожу это тоже для супов там для каких-то рагу тоже замечательно много я не замораживаю так чтобы съесть чтобы потом уже к следующему сезону вот эти все заготовки не выбрасывать в общем сейчас буду готовить борщевую заправку рецепт будет в описании под этим видео кому интересно всем привет это уже следующий день хочу вам показать банки с борщевой заправкой делаю небольшие объемы чтобы на один раз приготовить то знаете я вспомнила в детстве мы делали отрезали хлеб намазывали вот эту заправку и сверху посыпали солью я помню это было очень вкусно но сейчас надеть такое есть не будут закрывая уже в большом количестве это томатный сок обычно я это делаю в бутылке в литровый но их уже нет закрывая в пол литровые банки тоже хороший объем на два стакана выпить и все отлично ну конечно пошла сорвала еще томатов хочу приготовить их цельноплодными целенькими кисло-сладкие рецепт снимать сейчас не буду я просто рецепт самого маринада оставлю в информации в описании под этим видео специи используйте любые но здесь самое главное маринад кисло-сладкий очень вкусно получается буду использовать томаты черри это гибрид требус я честно вам скажу я от него в этом году восторге выращивала первый раз это вкусный очень супер урожайный ну и красивый конечно единственное что это томат кистевой на кисти от 12 до 18 вот таких красных небольших круглых плодов нарастает действительно нужно дать этому томату полностью созреть чтобы он был такого ярко красного цвета тогда он сладкий очень вкусный если он будет чуть такой бурый то кислит поэтому собирайте прям чтобы они были красные красные очень вкусный томат я прям советую вам найти семена требус и посадить замечательные и созревает дружно на кисточке то есть кисть и она полностью вызревает единственное что на кончике может остаться один-два маленьких томатика зеленых или бурых да и все кисть уже готовы я срываю в таком состоянии эти два томата они погоды не сделают и закрываю вот такие литровые банки хороший объем тоже чтобы банка в холодильнике открыто долго не валялась и обычно я закрываю с луком но в этот раз я хочу просто добавить вот эти специи хрен укроп чеснок лавровый лист черный перец горошком и там прям маленький маленький кусочек острого перца и все и сами томаты рецепт маринада этого я вам напишу в описании под видео кисло-сладкие томаты очень вкусные получается смотрите получается какие красивые помидоры гибрид требус я надеюсь что они вкусные будут потом вам расскажу всем доброе утро сейчас 6 часов утра это видео влоговая поэтому здесь будут кадры и закруток сада огорода и вот этих качель мы их только вчера вечером собрали установили эти качели сделал брат мужа они деревянные и с элементами металла это первая скамья у нас на участке здесь осталось нам доделать только крышу мы заказали кусок монолитного карбоната вот сегодня привезут мы его прикрутим он с притенением чтобы солнце не так сильно жарила такие красивые на цепях это первая скамья у нас на участке где можно отдохнуть наконец-таки присесть вот так и посмотреть смотрите как замечательно на чуть чуть правее ее сдвинуть чтобы обзор побольше было риверы здесь их то растет мы пока поставили на плиточки вот на следующий год нужен конечно для такое скамье подиум чтобы дерево ноги не соприкасались землей но нас еще будет что-нибудь придумаем вот такая красота очень удобно с удовольствием вчера посидели покатались это скамья для строя их конструкция очень мощная тяжелая это вид сзади вот так вот лестницы еще даже не убрали потому что прикручивать будем карбонат хочу вам еще показать сад я вам хотела его показать их когда он плодоносил совершенно нет времени это зона сада здесь теплицы у меня огород заканчивается вот так а здесь уже сад пошел сад молодой диска кажется что деревьев очень мало на самом деле их 14 деревьев 15 дерево у меня в этом году сломалась черешня был большой ураган в московской области где-то в середине лета и черешня дня 1 прям ствол напополам сломался называлась черешня памяти чкалова в этом году она дала сигнальные ягоды они были белорозовые ой желторозовые очень вкусная черешня но в итоге дерево сломано хотя она была уже довольно таки большой вот как вот это яблоня представляете прям на пополам ураган сломал сейчас вам хочу показать все равно какие сорта я вспомню я скажу вообще они у меня все сорта записаны но это надо записи старые поднимать этот сад я высаживала сама по моему в девятнадцатом году деревья деревья практически на 95 процентов купленные у местного человека он живет в воскресенском районе бывший сотрудник тимирязевский тимирязевки вот он сам у себя на участке прививать очень взрослый человек вот у него я покупала очень маленькими деревцами очень не знаю годовалыми наверное начну я вот с этого абрикоса сорт называется зевс у меня по-моему даже есть фотография каким растениями его высаживала если найду поставлю там сынами сфотографировала его когда-то этот абрикос в прошлом году уже плодоносил 3 абрикоса мы сняли или два очень вкусный абрикос ароматный кусочка легко отделяется а в этом году были завязи достаточно много было зеленых абрикос я видела но вот из-за этого урагана посносил все ягоды поэтому в этом году мы ничего в не попробовали такое дерево уже большое но но наверно метра уже четыре точно такой разлапистое это яблоня суд называется бейтесь это летние яблоня к сожалению яблоки показать не могу даже не сняла вот вкусные они красного цвета у красно-желтого такого такого дерева так слива это слива сорт называется чернослив вот такая слива вот слива еще осталось очень вы знаете друзья настолько вкусная слива она вот цветом не внешне на сливого цвета до темного а внутри на зеленая насколько же она вкусная легко очень отделяется косточка замечательный сорт можно было бы еще такую сливу посадить очень вкусно она крупно вот это как-то мелкие еще остались вообще она вот вот такая очень крупная значит здесь у меня что это скошенная трава я обкладываю приствольный круг с двумя две цели преследую во первых чтобы держалась влага конечно же да и чтобы не росла трава потому что я у кашу участок сама и косилка когда прохожу колесико вот так проходит а здесь травой зарастает все возле ствола и приходится приходилось руками все очищать от ствола дерева поэтому я начала засыпать вот так приствольный круг не растет трава и замечательного короче говоря удобно косить колесиком заезжаю вот на эту скошенную траву и все выкашивается и здесь ничего руками полоть не нужно замечательно это еще одна яблоня тоже летняя но сорт я вам сейчас не скажу видите поливаю потому что у нас жуткая жара стоит но лето понятное дело и проливала буквально вчера деревья видите как трава высыхает участок я выкашиваю раз в семь дней а вот уже девять дней участок вообще не кашу потому что трава смотрите как горит трава так следующая груша тоже не помню название так вот еще одна груша ведь в этом году тоже и болеют и все это ржавчина напала я две обработки пропустила и там уже груши висят поэтому не обрабатывала так здесь и на этом дереве привиты два сорта это сусова груша она поздняя и чижовская вчера последний сорвала вот такая очень вкусная это пораньше это попозже как яблоко груша урожая мало в этом году груш у меня вот позабивала очень много завязи это ураган так это еще одна яблоня молодая яблоня по моему прошлого года посадки покупала просто в питомнике это жигулевское яблоко вот такое вот первый урожай 3 яблоко вот они по моему в прошлом году я ее сажала дальше это абрикос это посадка этого года покупала довольно таки большим деревом но но уже конечно подросло поменьше было это абрикос и дельвейс купила для опыления с моим зевсом вот абрикос я уже высаживаюсь посчитать то это наверное пятое дерево первые три у меня пропали так это слива это слива сорт медовка на ней уже нет слив она пораньше чем чернослив растет это яблоня название не помню осенние это синие в этом году урожая на ней нет высаживала ее в двадцатом году так так еще по деревьям когда пойдем это черешня это черешня и путь в этом году по-моему ягод не было и у меня высажено еще три вишни раз два три вот это вишня сорт харитоновская маленькая деревца эта посадка прошлого года это дерево вот или молодежная или шоколадница я вот сейчас не помню на ней было в этом году очень много ягод вишни собрали и вот это еще вишня тоже или молодежная или шоколадница сейчас не скажу вам вот эту вишню ведь она растет как будто кустом посадка девятнадцатого года у меня в прошлом году это вишня заболела манезиозом и поэтому мне пришлось эту вишню половину снести больше чем половина я срезал вот если здесь видно видите вот срезка все главных практически стволов все они были срезаны и вот оставалась одна вот такая вот старая ветка все остальное это все выросло видите при от прививки пошли веточки а так больше чем половина дерева пришлось вырезать от этого ужасного заболевания я деревья обрабатываю но многие не обрабатывают поэтому в воздухе летает вот это все вирус этот так здесь у меня уже пошли кустарники я сейчас вам скажу это у меня три куста жимолости это амфора нимфа и фортуна вот раз два три амфора нимфа и фортуна где какой сорт я уже не знаю потому что эти кусты пересаживались наверное раза четыре по участку не гуляли но все три сорта они все замечательные и очень очень вкусные очень вкусные и их вот тоже покупала у этого человека который занимается растениями это красная смородина так и здесь я уже название подпишу вот у него тоже ее покупала сейчас я вам скажу как она называется нет я сейчас вам не вспомню по-моему ранее сладкая как-то так называется посмотрю это зеленая смородина тоже название подпишу это крыжовник как пересорт покупала его как бутылочный название не знаю практически на нем нет колючек это здесь два куста сорт фонсул без шипы абсолютно темно такой темно-темно нет уже не осталось ягод вот такая ягода у него эти темные нет плохо видно вот она крупно это просто уже все остатки высохли без шипы абсолютно без шипы пусты замечательно значит это еще крыжовник у меня зеленый название подпишу эта посадка значит двух двадцатого года я покупала его на выставке этот крыжовник здесь черная смородина два куста они будут выкапываться уже старые начеренкованные русалка еще какой-то сорт тоже хорошая смородина крупная сладкая там у меня малинник возле колодца некому не пойду там малина обычная растет вот в принципе и весь сад молодой есть у меня еще ежевика два сорта я вам отдельное видео насчет ежевики сниму потому что хочу вам рассказать урожай показать и рассказать как в этом году смотрите как солнце встает здесь береза растет за двором за забором раннее утро сейчас уже через несколько часов будет жара сегодня опять передают плюс 33 но это хорошо ли это должно быть летом вот и уже я посмотрела с четверга передаю дожди и резко похолодания заканчивать это блоговое видео я желаю вам всего самого хорошего подписывайтесь на канал всем пока ну 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 ну